Вы смотрите АНьюс на телеканале Эфир 24 в студии Андрей Соколов. Здравствуйте! В то время как сегмент смартфонов и планшетов практически достиг своего пика и сильно замедлил в росте, сфера носимых гаджетов только набирает обороты. Речь о различных фитнес-браслетах и умных часах. Многие производители, в том числе и такие крупные, как Samsung, уже представили собственные разработки. Поисковый гигант Google также решил не упускать перспективные направления носимых гаджетов и показал всем новую операционную систему Android Wear. Основными направлениями, которым уделялось внимание при разработке новой ОС, были голосовые команды и информация, которая нужна вам здесь и сейчас. Другими словами, основной частью часов от Google будет не что иное, как помощник Google Now, который знаком всем пользователям современных Android-смартфонов. Разработка уже вызвала высокий интерес, однако все то, что сейчас предлагают нам умные часы, могут и смартфоны. Поэтому производителям, в том числе и Google, придется постараться, чтобы убедить покупателей в необходимости таких устройств. Сразу после того, как Google анонсировала платформу для умных часов Android Wear, Motorola представила Moto 360 – один из первых продуктов, который будет использовать модифицированную версию Android для носимых устройств. Часы оснащены значительным спектром различных датчиков, которые будут отслеживать состояние организма, отображая всю информацию по требованию. Кроме того, Moto 360 сможет прокладывать маршрут, выводить информацию об окружающих вас объектах, давать уведомления из социальных сетей, управлять музыкой, а также принимать звонки. В данный момент отзывы об устройстве крайне положительные. Это первые смарт-часы, в которых столько внимания было уделено дизайну. Однако, насколько устройство будет хорошо в деле и будет ли оно востребовано, мы узнаем только с началом продаж. Оно назначено на начало лета. Тогда же будут объявлены точные спецификации и цена за одно устройство. От технологий будущего к делам более насущным. В Татарстане планируют ввести систему оплаты ЖКУ без расчетных центров. Власти хотят полностью исключить человеческий фактор при расчете платежей. Единая система будет размещена на едином сервере, а управляющие компании будут работать посредством так называемых облачных технологий. С их применением будет не нужен единый расчетный центр в его обычном понимании. Все расчеты будут производиться программой без участия человека. Еще одно нововведение – это разработка единой для всех потребителей формы платежки со стандартными графами и оформлением. Единая платежка за ЖКУ в Татарстане может появиться уже в июле и будет внедряться по республике поэтапно. Между тем информатизация коснулась не только обычных татарстанцев, но и даже тех, кто сейчас пребывает в местах не столь отдаленных. Теперь заключенные татарстанских колоний могут попасть на прием к одним из лучших врачей республики, так сказать, не выходя из дома. Здесь открылись онлайн-консультации со специалистами Республиканской клинической больницы. На необычное нововведение инициаторов проекта натолкнула нехватка мест в тюремных больницах. К тому же онлайн-консультации сильно облегчат работу здешним медикам. Если эксперимент признают удачным, к нам приедут перенимать опыт из других регионов, и тогда эта система, возможно, появится во всех регионах страны. На этом все. В студии был Андрей Соколов. Смотрите iNews на телеканале Эфир 24 и не пропустите все самое интересное. Редактор субтитров А.Семкин